Игумен Адриан Пашин Игумен Адриан Пашин родился в 1968 году. В 1993 году окончил факультет вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета имени Ломоносова, кандидат физико-математических наук. В 2005 году окончил Срединскую духовную семинарию. В 2008 году окончил Московскую духовную академию, кандидат богословия. В 2010 году он назначен на должность секретаря ученого совета Московской духовной академии и семинарии. Преподобный Анастасий Синаид является продолжателем тех отцов, которые боролись с монофилистом, но и с монофизистом, как богословская основа монофилиста. Он, в отличие от преподобного Максима Исповедника, является более поздним отцом, позже родился, поэтому и дожил до VI Вселенского собора, хотя бы не участвовал, но боролся с монофилистом. И после VI Вселенского собора, как правило, на окраине Римской империи, именно в Египте. Среди произведений преподобного Анастасия Синаида три посвящены полемике именно против последней христологической ереси монофилиста. Они все как раз и упоминают в своем названии эту ересь. Это слово против монофилитов, это флорелегий против монофилитов и главы против монофилитов, всего шесть глав. Все эти творения изданы в 1985 году Карлом Хайнцем Уттеманом, критический текст приведен этих произведений. Если слово против монофилитов полностью или с небольшими лаконами сохранилось в девяти манускриптах, то только в одном из манускриптов находятся два других произведения против монофилитов, флорелегий и главы против монофилитов. Это рукопись XIII века, находящаяся в Ватикане. Этот кодекс в 1833 году был опубликован кардиналом Анжелой Майей в седьмом томе своих творений. В патрологии мини эти творения не были опубликованы, только слово против монофилитов, два других не было. Слово против монофилитов переведено Алексеем Ивановичем, другие два произведения на данный момент я перевожу на русский язык. Сразу перейду к описанию богословских аргументов Анастасии Синайта против учения монофилитов. В первую очередь во всех своих монофизитских, антимонофизитских творениях и в этих творениях преподобный Анастасий отрицает обычное обвинение монофилитов и монофилитов православных именно в нестарианстве. Еще одной особенностью монофилитской полемики против православия было то, что говоря о единстве во Христе воли и действия, они признают человеческую волю и человеческое действие только злыми, только противоборствующими Богу. Именно поэтому Бог слова при воплощении по мысли монофилитов, ну и монофилитов тоже, не может воспринять человеческое действие и человеческую волю. Преподобный Анастасий воспроизводит аргументацию противников в слове против монофилитов. Говорящие о двух волях во Христе утверждают одну благую, а другую злую, одну божественную, а другую дьяволскую. Ведь каким образом можно говорить о человеческой воле во Христе, когда апостол изрекает, что плотская воля не покоряется закону Божию, плотская воля есть вражда против Бога, и мы были некогда непокорны, исполняя желание плоти, ибо плотская воля есть смерть. В ответ на это Святой Отец говорит о том, что человеческая воля и после грехопадения может находиться в трех состояниях. Это естественная, боготварная воля, воля согласная с человеческим естеством, второе состояние – воля в греховном состоянии, или противоестественная, или плотская, дьявольская, и, наконец, сверхъестественная, божественная воля, состояние человеческой воли превосходить свое естественное состояние. В главах против монофилитов преподобный Анастасий иллюстрирует эти состояния различными примерами. Любить жизнь – это естественная безукоризненная воля человека, как и явило слово. Жить по-плоцки – это плотская противоестественная воля, которой во Христе не было. Но опять же, презирать здешнюю жизнь, как действовали мученики – это божественная сверхъестественная воля. Которую и явил себе Христос, когда сказал «Дух бодр» и когда «прибавил плоджи немощна» и так далее. Второй пример, но обычный, классический. Согласно из природы, естественная воля – это брак, противоестественная плотская – это блуд, сверхъестественная божественная воля – девство. Другой пример. Согласно с природой, желать существующих благ, ведь они созданы ради человека. Плотская воля – дары Божию употреблять на зло, божественная воля – ради Бога пренебрегать всеми благами. Ну и еще один пример. Почитать отца и мать и любить родственников – это естественная безукоризмная воля. Презирать их – это плотская и злая воля, а ради Бога отказываться от них по слову Господа, сказавшего «Если кто не оставит отца и мать детей, не последует за мной, тот недостойный мне» – вот это истинно божественная, благая, угодная и совершенная воля. Это иллюстрация на различных примерах трех состояний человеческой воли, которые могут находиться и после грехопадения в своем естественном состоянии, либо даже сверхъестественным, превосходя естественным. Ну и это положение о трех состояниях стало основой, трехсостояние человеческой воли стало основой для преподобного Анастасия в его толковании гефсиманских страданий Господа. Он здесь следует за другими отцами, в частности за святителем Афанасием Великим, что Христос по своей человеческой воле, естественной, благодарованной, безгрешной, отвращался к смерти, поскольку человеческая природа изначально была бессмертной, нетленной, она любит без смерти, в которой возникла противница смерти, в которой не возникла. Ну и кроме того, еще один момент, что человечество Христа соединено в ипостаси с самой жизнью, и именно поэтому тоже не желает смерти. Еще один момент, ипостасное соединение с самой жизнью, с божественной природой. Здесь как раз уместно соотнести терминологию преподобного Анастасия с терминологией преподобного Максима-Исповедника, той терминологии, которая говорит о гномической воле. Гномическая воля по преподобному Максиму обозначает момент принятия определенного решения после предшествующей борьбы мотивов. Если человеческая воля в естественном состоянии существует сообразно в природе, то в воле гномической есть состояние постоянного колебания между добром и злом, между разными видами зла, больше и меньше, между естественным, в конце концов и противо, естественным состоянием воли. Для божественной природы невозможно никакой гномической воли, так как Бог есть сама святость. Он не выбирает между добром и злом, он сам есть источник добра. Воля же бесов всегда находится в противоестественном состоянии, укорена во зле. И здесь как раз мы видим соотнесение двух терминологий. Преподобный Анастасий говорит, что во Христе естественная воля, природная. Преподобный Максим Восповедник говорит об отрицании гномической воли, то есть как раз о том, что вот этого колебания нет во Христе. То есть в воле состоит, человеческая воля Христа в естественном состоянии. То есть как бы та и другая терминология соотносится друг с другом. Преподобный Анастасий пытается объяснить как бы вот эти сложные вещи более простым языком. Это для него свойственно. Скажу еще в конце, почему он это делает, кроме, так сказать, почему именно он так это делает. Но еще один момент в полемике преподобного Анастасия против монофилитов. Он их учение сводит к исповеданию Христа души животной неразумной. То есть приводит, сводит их учение к таким моментам, к учению Аполлинария, к похожему моменту в учении Арии. Более того, даже сводит их учение к декетизму. Цитату приведу. Ну, теперь рассмотрим вместе со мной слепоту и заблуждение ертиков. Они полностью исповедуют во Христе все сродное неразумным тварям, то есть тело, материю, тление, вкусовые ощущения, кровь, слезы, слюну, кости, выделение, кровообращение, голод, жажду, утомление, пот, смерть, омертвение, которые по природе подлинно чужды и недостойны Бога, как свойственные животным, зверям и премосмыкающимся. А свойства мыслящей и бессмертной души, которые есть по образу и подобию Божию, произошли из чистых уст его и имеют по благодати и подобию некое сродное с ним, с Богом. Эти свойства нечестивцы не решают исповедовать во Христе, считая их дурными, хотя именно благодаря им все наше человеческое естество животворится и сохраняется. Еще один аргумент преподобного Анастасия против монофилитов. Если природная человеческая воля, природное человеческое действие настолько злы, что Бог при воплощении их не усваивает себе, то невозможно и наше спасение, потому что без сработничества с Богом невозможно делание добра, невозможно аскетика, спасение наше невозможно. Ну и несколько слов скажу о толковании преподобным Анастасием место из Дионисия Репагита, как то, что касается богоможнего действия, выражения Дионисия Репагита, которое как раз монофизиты и монофилиты использовали в качестве аргумента. Цитата из корпуса Дионисия. «Он, Христос, не был ни человеком, ни как бы, ни как если бы он не был человеком, но он стал как один из людей, пребывая за человеческими пределами и стал воистину человеком, превышая человека. Что касается остального, то он не творил божественных дел по божеству и человеческих по человечеству, но, будучи вычеловечившимся Богом, производил ради нас некое новое богоможнее действие». Богоможные энергии, богоможные действия Христа, это знамение монофилитства, ну и севера антиохийского, которое как раз было взято из корпуса Дионисия Репагита. И здесь преподобный Анастасий знает буквально, дословно, следует, цитирует как раз преподобного Максима Исповедника, который комментировал Дионисия Репагита. «При этом Христос действует либо по божеству, либо по человечески, или обоими образами, то есть богоможные. И так все действия он совершал непременно или по божеству, или по человечеству, или совместно, согласно целостности его лица. То есть, когда в действии божество нераздельно с плотью, а человечество нераздельно с божеством». Но это учение основано еще на словах святителя Кирилла Александрийского. Некоторые слова о спасителе говорят о нем как о Боге, некоторые как о человеке, другие же неким средним образом. Итак, да, в заключении как раз суммируем. Преподобный Анастасий свои творения, свои произведения, его произведения – это, как правило, либо дословный пересказ тех диспутов, которые он вел и с монофизитами, и с монофилитами, и с другими эритиками, либо вымышленные такие диспуты, где он приводит аргументацию, либо это подготовка к подобным диспутам, где он дает такое теоретическое обоснование, определяет философские, богословские термины и так далее. То есть преподобный Анастасий в своей деятельности всегда был практиком и всегда, так сказать, пытался привести, если не самих лидеров эритиков, то более простых людей в православии. И здесь его аргументация, я уже об этом сказал, сейчас перечислю, такова. Во-первых, он сводит монофизитства и монофилистства к уже осужденным ересим, в том числе и с самими монофизитами, монофилитами, к ополинарию или даже декетизму. Он приводит конкретные цитаты, я не упомянул, в религии против монофилитов, здесь приводятся цитаты из Ария, из Аэция, из Евноми, из Аполинария, которые созвучны учению монофилитов. Тут же преподобный Анастасий приводит антиарианские, антиаполинарианские высказания святых отцов Афанасия Великого, Григория Низского, Григория Богослова, Василия Великого, Филохии Канийского, Амбросия Медиаланского и других, которые утверждают во Христе наличие наряду с божественной и человеческой волей. То есть, как бы он говорит, вот видите, ваше христологие, ваше богословие созвучно с полинарием, которого вы сами осуждаете, либо даже с дакетизмом. И при этом преподобный Анастасий на это зачастую дословно приводит слова и святого патриарха Сафрония, и преподобного Максима Исповедника, но при этом не упоминает их имен. Вот, но по понятным причинам, чтобы, как бы, не отпугнуть этими именами, вот, с теми, тех еретиков, с которыми он спорит, и которых пытается привести в православие, вот, но приводит аргументацию практически дословно, за исключением тех моментов, вот, то, что касается как раз гономической воли, вот эту терминологию он тоже не использует, понятно тоже, потому что, как бы, понятно, чья это терминология. Итак, как бы, еще раз в заключение скажу, что для преподобного Анастасия Максим Исповедник является таким же святым отцом и сокровищницей святоотеческой мудрости, но при этом он, вот, в своих диспутах не упоминает его по имени.